Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV, программа тема дня. Меня зовут Александр Вальдман. Агентство Reuters со ссылкой на опрос агентства Seawase среди 1500 руководителей предприятий Германии сообщает, что бизнес-элита страны выступает за то, чтобы кандидат в канцлеры от зеленых Ангела Бербук заменила Ангелу Меркель после федеральных выборов в сентябре. Одновременно с этим Шпигель со ссылкой на данные Института общественного мнения Форса приводит данные, согласно которым рейтинги зеленых, Альянс 90 зеленые, у них самые высокие рейтинги сегодня в Германии. Вот такая вот история. С нами на связи обозреватель европейских проблем, вопросов, радостей и горестей Александр Пески. Рад приветствовать, Александр. Добрый день! Здравствуйте! Александр, а кто такая Анна-Лена Бербук? Я даже оговорился, когда назвал ее Ангелой. Может быть, не знаю, удачная-неудачная оговорка по Фрейду или как? Вообще, что может дать Германии она в случае своего прихода к власти? Девушка ведь молодая, совсем 40 лет. 40 лет, 40 лет. Но вы знаете, старик Фрейд все-таки не зря занимался всеми этими теоремами, доказывающими суть нашего мысления. И поэтому, назвав ее Ангелой, вы, в принципе, довольно-таки неплохо попали в точку. Почему? Потому что, вот это мое личное мнение, я думаю, что Анна-Лена Бербук – это будет политическая фигура масштаба госпожи Меркель. Мы с вами буквально в прошлой передаче тоже обсуждали наши германские и швейцарские реалии, то есть актуальные события. И там я практиковал такое выражение, как гномы, политические гномы. Политические гномы – это, допустим, вы знаете, как вот я сейчас проведу параллель с моей родной страной, Швейцарии. У нас есть федеральное правительство, это семь федеральных министров, которые решают вопросы жизнедеятельности нашей страны. Это наши экзекутивы, да, то есть это действительно, ну, еще орган власти. Так вот, наш министр финансов в Швейцарии – это господин Уэлли Маурер. Он по образованию крестьянин. Я ничего не имею ни против крестьян, ни против господина Уэлли Маурера, но хорошо. Значит, министр, значит, у нас финансов крестьянин, ну, со средним таким образованием, с техникумом, да. Вот. Министр иностранных дел, который вот у нас сейчас очень сильно бодается с Евросоюзом, у нас тут свои там баталии, я, может быть, о них как-нибудь там скользко упомяну. Это Игнацио Кассис зовут этого человека, он из итальянской части Швейцарии. Он по профессии музыка медик, медик, а в армии служил в духовом оркесте. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Дальше, значит, у нас министр юстиции, она концертная пианистка. А еще одна министр финансов, не финансов, а федерального правительства госпожа Келлин Сутер, она профессиональная переводчица. Министр обороны у нас дама адвокат, которая занималась там жилищными и другими, значит, бытовыми вопросами. Вот. А президент Швейцарии у нас господин Ги Пармелон, тоже крестьянин. Вот вы представьте, да, вот у нас семь федеральных министров, которые регулируют жизнь нашей страны. Из них два крестьянина, концертная пианистка, переводчица и там игрок в духовые инструменты. Вернемся назад к нашим, значит, героям из Германии. Анна Лера Бейербог. Это человек, который выстрелил совершенно недавно. Еще пять лет назад никто не поставил бы на нее ставки. Потому что она симпатичная, умная, гладкоговорящая молодая женщина, которая, вы знаете, она вот как катыш, она такая очень гладенькая. То есть в ней нет углов, изъянов и трещин. То есть ее подвесить на какую-то тематику довольно-таки сложно. И вот здесь, позвольте мне одно очень короткое отступление. Почему я вправе говорить, допустим, о госпоже Анналине Бейербог? Чтобы наши зрители понимали, что вы, Александр и Тон Тефао, приглашают, допустим, к дискуссии. Не просто людей, которые, прочитав какие-то новости в газете, пережевывают их в 3 или 4 как бы инстанции и доносят до ваших зрителей. Вот я, Александр Пеский, я являюсь членом швейцарской партии зеленых либералов с 11 лет. Почему зеленые и зеленые либералы? У нас в Швейцарии в 2007 году зеленая партия раскололась на 2 крыла. То есть на 2 партии. И в Германии зеленая партия состоит из 2 крыльев, но им удалось не расколоться, а они вот в одном. И Анна-Лена Бейербог, она принадлежит к этому реалу, реалу-блоку. Это так называемые, ну, те зеленые, которые борются за охрану окружающей среды, но и за, скажем так, левую повестку. Ну, то есть богатые должны платить больше налогов, бедным надо помогать, отобрать и поделить. Вернусь, я знаком с зелеными не из газет и не из телевидения. Я с зелеными, я, допустим, член президиума до недавнего времени, ну, как бы партии зеленых города Цюриха. Мой крестный отец, он президент партии зеленых города Цюриха. Ну, и между нами, еще раз говорю, швейцарскими зелеными и немецкими зелеными разница не слишком большая. Она есть, но она не слишком большая. Это я, вы знаете, вот просто вот так вот сейчас рассказал, для того, чтобы наши зрители понимали, что мы говорим о людях, зная их лично, а не, значит, там, по рассказам. Так вот, Анна Лена Бербок родилась в обычной нормальной немецкой семье. Мама социальный педагог, папа инженер. У нее есть, по-моему, двое сестер. Она жила одно время в Нюрнберге, потом они переехали и жили на крестьянской подворье. Недалеко от города Ганновера. Она закончила очень хорошо школу, она поступила в университет. И она пошла вот по этой академической карьере. Значит, она тоже закончила мастер своей обучения в лондонской школе экономики. Итого, эта женщина, эта молодая женщина достигла всего того, что она имеет. Вот сегодня, наверное, на 40 лет сама. Сама. То есть она не как госпожа, допустим, фон дер Лайнен, она дочь губернатора земли Нидерзаксона и большого функционера в Брюсселе. Нет, Анна Лена Бербок – это человек, который сделал себя сам. И вот тут вот мы подходим тоже к интересной, как бы, вещи. Вот вы упомянули, что вот был опрос, значит, работодателей, 1500 человек. Там высказали, что она более подходящая на роль канцлера, чем любой другой кандидат. Вы знаете, фирма, которая сделала опрос, ну, скажем так, это как в современной Украине. Да, если ты заказываешь опрос, да, оплатить. Сколько надо, столько и сделаем. Столько надо, столько и сделаем. Итого, вот этот, значит, институт, чью статистику вы привели, это немецкий институт, который был основан 6 лет назад на мутные европейские, значит, грантовые деньги. И не совсем точно могу я вам сказать, с какими целями, в принципе, закулисными, как бы, орудует этот институт. А у Анны Лены Бербок… Но у нас таких тоже хватает. Видите, видите, это такая глобальная зараза. Супруг Анны Лены Бербок, он владелец пиар-агентства. Живет и трудится тоже в Берлине. Ну, вы представьте, да, ваша супруга лидер партии, депутат парламента. До этого она трудилась в европейском парламенте, руководила, значит, офисом там другой зеленой депутации. То есть, вы понимаете, вот этот вот такой сплав, да, околовластный. То есть, Анне Лени сделает ее супруг довольно-таки хорошую прессу, потому что она, а, как продукт она сама интересная, симпатичная и весела. И плюс, опять же, вот это правильное грамотное сопровождение. Но тут вот мы, тут мы, вот наблюдатели, как бы, вот этой германской, как бы, сказки, упираемся в один и очень такой принципиальный вопрос. Зеленые, кто это? Допустим, это партия, которая, ну, действительно, раньше защищала исключительно окружающую среду и была такой пацифистской партией. Но в настоящее время, как бы, зеленые, они немножко тендируют к тому, чтобы стать новой партией центра. Потому что в Германии, как и во всех, как и всех других европейских странах, как и, допустим, в вашем Израиле, по-моему, вот это дисперсное состояние, да, когда вот какие-то вот такие ранее существующие, существующие классические блоки левых, да, социалистов и правых консерваторов, они успели распаться еще на ряд партий. И вот они, которые постоянно путем создания коалиции пытаются руководить страной. Итого, зеленые, раньше, еще буквально 20 лет назад их никто не мог принимать всерьез, но сегодня они стали, в принципе, такой вполне этаблированной политической силой. Она Лена Бербок, она талант, она человек с потенциалом, вот она сопредседатель партии, ее коллега, вот, человек, который буквально должен написать тоже дипломную работу философа, да, Роберт Хабек. Вот, так вот, она его съела, вот, даже не хрустнув ни одним хрящиком. Эта девушка далеко пойдет. Хотел спросить вот еще о чем. По заявлениям Бербок, странам Европы, я цитирую ее, странам Европы следует усилить давление на Россию, а строящийся газопровод «Северный поток-2» необходимо лишить политической поддержки. Вот, только исходя из вот этих двух цитат, можно ли сделать вывод, что она, в общем-то, пользуется поддержкой не только своего мужа, его пиар-агентства, но и более серьезных людей из-за океана? Да, 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 в свое молодое студенческое время она проходила практику как в Брюсселе, так и в Лондоне, в ряде таких там сингтанков, значит, лабораторий и институтов. Ну, в русском языке устоялось такое, значит, устоялось такое понятие, как саросята, да, это вот люди, которые трудятся на, значит, евроатлантические гранты, и на этих тематиках они, в принципе, поднаторели. Так вот, Аннулина Бербок можно причислить к этому крылу евроатлантов, безусловно. А будучи еще там девушкой совсем молоденькой, 15-16-летней, она ходила с мамой и папой на демонстрации у нас в Германии, ну, в Германии у нас, я тоже там жил и трудился, вот, есть такая традиция, вот, буквально вот у нас будет Фингстмонтак, это вот буквально следующий, по-моему, понедельник, я просто не слежу за церковным календарем, ну, это так называемая, по-моему, Троица, да, по-русски называется, вот. Вот, и, значит, на Троицу вся Германия выходит на вот эти вот марши, на пацифистские марши, то есть тогда германцы были против першингов, да, ну, то есть приверженцы вот этой зеленой идеологии. Потом они очень долго, значит, были против участия немецкой бундесвера, допустим, в войнах, да, которые американцы, скажем так, развязывают по всему глобусу, да. А зеленые были очень против того, чтобы немецкие солдаты, вот уже как 20 лет уже, ну, чтобы они служили, несли службу в Афганистане, да, в Ираке, да, то есть мы помним, что французы и немцы не поддержали, да, как бы вторжение в Ирак американское и британское. Но, тем не менее, потом вторым уже там эшелоном их уже подвезли и расставили, значит, там по периметру охранник там что-то, нефтяные вышки или там Академию полиции, я как бы не специалист по Ираку. Но, вот, значит, она как бы происходит из одного милье, да, то есть как бы пацифистское, да, но на самом деле она очень жестко контрастирует с тем привычным зеленым букетом, ну, допустим, ожиданий, да. Вы знаете, один шаг назад, вот, вот, вы процитировали вот то исследование, что 1500, значит, ну, скажем, экономических капитанов Германии высказались за нее, за госпожу Бейербург. Я не верю этому, этому, этому тезису ни капельки. Почему? Почему? Чтобы наши дорогие зрители понимали, что такое Германия. Вы же знаете, Германия, германский капитал сейчас подмял под себя более-менее всю Европу, всю Европу, да. Та компания Volkswagen, ей принадлежат практически все автомобильные заводы, там, Европы, да. А вот, допустим, те же компании, допустим, энергетические, да, вот, они тоже вот, та же, ну, вот, Винтерс, Галли, то есть все вот эти акционеры Северного потока-2, да. То есть тут шаг задает, ритм задает, значит, Германия, да. И так получается, что большой капитал, германский, он тянет соки из Европы, да. Но вы же понимаем, что эти компании принадлежат элите, вот верхнему, там, 2,5 или 5% немцев, да. А зеленые, как классическая, классическая, как бы, партия, да, она заботится о том, чтобы, условно говоря, 80% населения, да, получали, как бы, пользу от той, от той существующей экономической системы, которая создана в Германии. Что на самом деле не соответствует правде. Итого, большой капитал сейчас зарабатывает огромные деньги, во время пандемии богатые стали еще богаче, а бедные стали еще беднее. Только цены на недвижимость выросли за прошлый год, за 2020 год на 8%. То есть все меньше и меньше немецких семей могут себе позволить, допустим, вот купить домик. В одной из наших передач мы с вами тоже обсуждали, да, что в Гамбурге, там, вообще один сумасшедший, там, зеленый, там, сенатор, вообще запретил выдачу разрешения на строительство одноэтажных, там, или односемейных домов, да. Вот это та партия зеленая. То есть тут мы входим в жесткий когнитивный диссонанс. Дело в том, что зеленые за повышение налогов, зеленые за декарбонизацию, значит, экономики, они за беженцев. Зеленые, напомню, в 2015 году, когда сотни тысяч неизрегистрированных беженцев приехали в Германию, были одной из немногих партий, которая не хотела ограничить количество приехавших в Германию. То есть они сказали, вот приедут 500 тысяч, примем 500 тысяч, приедет 5 миллионов, примем 5 миллионов. И зеленая партия ни на шаг не отошла от вот этого, вот от этой позиции. То есть, вы понимаете, то есть вот эти вот мечтания, если госпожа Бейербок во главе зеленых станет все-таки партией, которая задает тонну в правительстве, да, вот эти вот мечтания, вот эти вот good menschpolitik, называется это по-немецки, да, это вот политика хорошего человека, да, она разобьется о реальности. А реальность она такова, в 2021 году они отключают последние свои атомные реакторы в Германии, да, энергопотребление растет 4-5% в год. Это при всех, при всех энергоизберегающих как бы программах, да, это мы с вами еще даже не берем, значит, в учет предстоящее нам еще перевооружение автомобильного флота, да, с дизеля и бензина на электрик, да. Итого, если мы не построим Северный поток-2, если мы откажемся сейчас от атомной энергогенерации, от генерации электроэнергии путем сжигания угля, да, то у нас случится рано или поздно такая вещь, как, допустим, blackout. Такая вещь, которая в США, в принципе, привычна, в Германии, в Европе этого, ну, многие поколения уже не помнят. Итого, если госпожа Бербок станет руководителем и будет проводить вот эту вот зеленую политику, то она будет в правительстве до первого blackout или до следующего, значит, наплыва беженцев, который неименно случится. Почему? Потому что госпожа Бербок и зеленые хочет бороться с Владимиром Путиным, которого они считают автократом, господином Эрдоганом, которого они считают автократом, и с нашими китайскими, значит, друзьями и партнерами, да. О китайцах мы еще поговорим. А вот, вы знаете, вот Эрдоган получает-то в год, вы знаете, очень довольно-таки большую денежку, чтобы удерживать тех же сирийских и кучу других беженцев, да, и сомалийских, и эритрейских, и бангладешских, и патистанских, да, у себя на территории. Вот представьте, да, что вот эта вот молодая динамичная девушка, допустим, приедет вот на переговоры к Эрдогану, да, вот ее бывшая начальница, начальница госпожа фон дер Лайнен, ее даже не посадили за кресло, когда она приехала тоже к Эрдогану. Она хотела ему рассказать и его жестко покидевать. Где она сидела? Он там на скамеечке у трона, да. Ну, представьте себе, вот это параллели мы проводим. Условно говоря, 42-летний президент Украины сейчас пытается навязать свою повестку, допустим, Владимиру Путину, да. Ну, понимаете, когда Владимир Путин уже трудился в руководящих должностях, Владимир Зеленский еще в школу ходил. Также Эрдоган, когда он боролся за первые, значит, за первые позиции в ТКП, по-моему, называется партия, да, и Анна Лена Бербок, она была еще практиканткой в лондонской школе экономики, вы понимаете, да. То есть этой молодежи, вот этих старых, конечно, бизонов не завалить. Ну, вот представьте, она приезжает к Эрдогану и говорит, вот. Саш, ну с Макроном-то они общаются худо-бедно. Кто, 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 кто? И Путин, и тот же Эрдоган, правда, на повышенных тонах, но общаются. Ну, потому что, мне кажется, смотрите, Макрон, он не похож на Анну Лену Бербок или, там, допустим, на эту датскую, там, да, министра президента, или на финских девушек, там, пятеро девушек, по-моему, руководят Финляндией. Макрон, это как и Курц в Австрии, а это жесточайшие и симпатичнейшие оппортунисты. Они функционируют ровно там и ровно так же, как и, опять же, те два человека, которых мы с вами называли. И, смотрите, почему, допустим, в Турции, ну, в Турции, я не самый большой, как бы, специалист по Турции, но мне кажется, что, в принципе, там, сильно большой оппозиции, допустим, тому, господину Эрдогану. В принципе, нет, после того, как он разбил в 2015-2016 году, вот этот заговор против себя, да. Условно говоря, у господина Путина, ну, тоже не так много оппонентов, те, кто ему оппонируют, как правило, не имеют того калибра. А почему? Потому что это вот опытные, скажем так, популисты, оппортунисты, они не стесняются воровать хорошие мысли и идеи у оппозиции. Понимаете? Также господин Курс, также господин, допустим, тот же Макрон, да. У господина Макрона, кстати, в 2022 году перевыборы, и поэтому ему нужно где-то укрепиться, создать какие-то реперные точки, которые он сможет, там, допустим, записать свою программу, предвыборную программу в 2022 году, чтобы объяснить французам, почему они должны голосовать за него, ну, что он может решить в стране и в Европе. Потому что, если мы подведем сейчас тоже баланс действия господина Макрона по посту, там не сильно много завоеваний, да. Но шаг назад, Анна Ленебор, Бербок, или она будет очень сильно трансформироваться из вот такого очень идеологически заряженного, заряженного, значит, молодого политика в сторону реал-политика, ну, и тогда это будет что-то вроде Лашета, только помоложе, симпатичнее, вот. И вы знаете, я вот сейчас вот хочу еще один тезис тоже такой вот закинуть, и мы его перепроверим с вами осенью. У меня складывается впечатление, что, значит, христиан-демократы Лашета, да, и зеленые, они придут осенью на выборах, ну, условно говоря, там, ноздря в ноздрю, да, фотофиниш будет там решать, да, кто из них победил, условно, 25% у зеленых, 25% у ХДС Лашета, да. И я уверен, что, несмотря на такую германскую традицию, что победившая партия, получившая наибольшее количество голосов, да, она имеет, как бы, право, значит, предъявлять, значит, ну, как бы, право первой ночи на формирование правительства. Я уверен, госпожа Бербок будет опрокидывать это правило, и она будет пытаться создать коалицию с социалистами и с партией Линке, это тоже красная партия, да, это осколок вот этой ГДРовской партии, да. Почему? И даже если им арифметически не хватит, там, 50 плюс один голос, да, в парламенте, посмотрите, в Бельгии, Бельгия страна жила несколько лет без правительства, да, в той же Голландии руководит правительством меньшинства. Мне кажется, Германия подошла к такому барьеру, когда, ну, христиан-демократы, у них нет повестки, у них нет, значит, вот такого локомотива. Господин Лашид, несмотря на все, как бы, ну, мои личные симпатии к нему, ну, он не тянет, не тянет. А господин Зёдер из Баварии, которого вот сейчас вот поставили в стойло, он, вы знаете, он поступит правильно, он сейчас как бы отойдет на шаг в сторону, христиан-демократы разобьются об эти выборы осенью, зеленые полезут к власти, он подождет до первого блэкаута или там до первого там какого-нибудь международного скандала, который зеленые обязательно замутят. И тогда господин Зёдер выйдет, а он такой высотки, таким с низким голосом, и он скажет, нет, ну что, ребята, доэкспериментировались, давайте назад к нашим христианским и консервативным ценностям. Вот так. Александр, последний вопрос, не так много времени осталось, все-таки про Китай. Она, я имею в виду госпожа Анна Лена Бербук, сделала любопытное заявление по Китаю. Европе необходимо вести политику диалога и жесткости с Китаем, поскольку между Западом и Китаем идет соревнование систем, авторитарные силы против либеральных демократий. Конец цитаты, очень созвучно с тем, что господин Байден в своей тронной речи говорил. Да, да, да. И Анна Лена Бербук, она птенец из гнеда байденцев, опять же, она евроатлант, и будет стараться действовать именно в этой конве, именно в этой конве. Но вы понимаете, да, уже даже американцы, да, с Байденом, они понимают, что, опять же, перессорившись со всем миром, очень трудно, очень трудно чувствовать себя в безопасности, да. И вот эти вот разговоры, вот мы будем разговаривать с Россией с позиции силы, мы будем разговаривать с Китаем с позиции силы, мы будем разговаривать с Америкой, но сейчас они не говорят, что они с США хотят с позиции силы говорить. А где какие силы? Мы с вами, опять же, в наших передачах уже много раз как бы анализировали состояние дел, допустим, в тех же армиях, да, ну вот, НАТО, может быть, вот этих трех главных таких стран НАТО, как европейских стран НАТО, как Германия, Франция и Великобритания. Вы знаете, в Великобритании англичане не могут отправить свой этот самый авианосец в море. Вы знаете почему? Потому что половина матросов и офицеров не могут пройти тест на наркотики и этот самый, и алкоголь, да. То есть матросы должны там сдавать там мочу или волос там, да, вот, и доказать того, что их можно допускать до управления сложными системами вооружениями и вот этими вещами. Не могут они набрать матросы, да. Когда вот буквально на прошлой неделе господин Боррель, казалось бы, да, умный каталонец, он как бы говорит от имени Евросоюза, да, но просто выживший из ума старик, он говорил, то 150 тысяч там русских солдат накопилось, да, у границ Украины, потом он говорит, ребята, ну 100 тысяч, да. Представляете, у них эта вилка, да, это 50 тысяч, да, солдат, а вся, допустим, сухопутная армия Великобритании – это 42 тысячи. Условно говоря, представляете, у европейцев вот такие вот глаза от страха или от непонимания ситуации, да, и вот они вот говорят, то ли там, ну там, полчища мамая, да, и какую, какую они могут сформулировать позицию силы? Какую? Анна Алина Бербук тоже противник того, что Германия 2% своего брутосоциального продукта будет тратить на нужды вооружения или там обороны. Ну и какая тогда позиция силы? То есть, ну, выглядит все тупиково. Ну, женщины, слабые женщины, что делают? Спасибо. Симпатичные. Спасибо за интереснейшее мнение. Спасибо. Всего самого доброго, успехов, главное – здоровья. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова